Анатолий Корчагин старается не пропускать домашние матчи любимой команды, самарских крыльев советов. Мужчина футбол любит за эмоции. Когда узнал о введении карты болельщика, сразу решил получить документ, чтобы и дальше ходить на стадион. Болельщик отмечает, ничего сложного в процедуре оформления нет. Все по-разному относятся. Я лично положительно отношусь к этому. Я еще раз повторяю, что ничего абсолютно сложного нет. Пришел, занял 10 минут максимум. И пошел на работу, по делам. С 4 июля посещение официальных спортивных соревнований на стадионе «Солидарность» Самара-Арена возможно только при наличии карты болельщика. Ее должны оформить все участники события – зрители, гости, персоналы, журналисты. Самый простой способ получения документа – заполнить заявление в личном кабинете на портале госуслуг. Подать его самостоятельно могут граждане старше 14 лет. Тем, кто младше, документ оформляют родители. После подачи документа необходимо подтвердить личность карты болельщика. Сделать это можно во всех 678 окнах 56 офисов МФЦ 37 муниципальных образований Самарской области. Карта болельщика с индивидуальным кодом генерируется в электронном формате и сохраняется в личном кабинете пользователя на госуслугах. После этого, когда он покупает билеты, у него в личном кабинете на портале госуслуг формируется QR-код, который содержит всю информацию о матче, дате матча, место, где он сидит, вся полная информация. Именно вот этот QR-код является основанием для прохода на стадион. То есть на системе контроля он предъявляет QR-код. Система сравнивает человека, который пришел, с данными, которые есть в базе, инфикация болельщиков. И, соответственно, турникет открывается. Карта оформляется единожды и навсегда. Аннулируется только если владелец нарушает закон. Самара вошла в число пилотных городов, где запускают проект по оформлению карты болельщика. Вместе с Нижним Новгородом, Ростовом-на-Дону, Сочи и Екатеринбургом. До конца года к использованию системы подключатся остальные города, где есть клубы-участники Российской премьер-лиги. Москва, Санкт-Петербург, Химки, Грозный, Краснодар, Оренбург и Воронеж. Андрей Горгуленко. События.